на днях в москве произошла трагедия трагедия унесшая с собой три человеческих жизни на 58-м километрам кат водитель такси слушаю за плену на полном ходу совершил наезд на грузовик три жизни ведь они мечтали строили планы парень молодой который управлял такси строил свои планы о чем-то мечтал мать и дочка тоже о чем-то мечтали но так нелепо закончились их жизни произошла авария никто из троих не выжил не водитель такси не двоего пассажиров до водитель уснул за рулем да это его вина он не должен был выезжать таком состоянии он был вынужден это сделать когда слышите что водители говорят что не заставляют работать по 12 16 часов подряд не совсем так вас вынуждают агрегаторы вынуждают тем что понижают расценки перевозки повышают свою комиссию свою прибыль поэтому водитель такси таксист вынужден работать больше уважаемые пассажиры мы водители такси боремся за свои права все вы смотрите средства массовой информации верите в то о чем там вещают и глаголят в средствах массовой информации никто и никогда не говорил что тысячи водителей собираются и борются борются против агрегаторов да мы водители напрямую страдаем от того что творят агрегаторы страдаем от их войны между собой но поверьте мне от войны агрегаторов зависит также ваша жизнь ваша безопасность и ваш комфорт некоторые водители начинают просто неадекватную езду нарушают скоростной режим пролетают некоторые даже на красный забывают о комфорте для пассажиров это самое главное дешевых заказов стало больше так утверждают наши любимые агрегаторы а соответственно нужно уже больше и больше работать потому что этому человеку такому же человеку как и вы нужно рассчитаться по аренде автомобиля нужно рассчитаться с процентами агрегаторов нужно заработать на бензин отработанный бензин которым уже отработал на проценты подключалок и этот человек вынужден работать в сутки порою до 20 часов ну как минимум 14 часов вы наверное заметили что за последнее время участились дтп с участием дтп с участием автомобилей такси большинство водителей они просто ночуют в машине они просто спят в машине и просыпаются они лишь от того что к ним на телефон или на планшет на агрегат приходит новое сообщение о заказе и вот этот водитель в спросоне ничего не понимая он просто нажимает на кнопочку принять заказ и в полном неодеквате едет наверное пришло время задуматься не только нам водителям такси но и вам пассажирам такси нужны ли вам эти дешевые поездки к чему могут приводить дешевые поездки а где гарантия того что вы доедете безопасно ведь никто из вас не открывал договор публичной оферты и не читал а вы почитайте *** не отвечают ни за вас ни за нас они прямо заявляют что они не такси а информационные услуги агрегаторы они не отвечают ни за комфорт ни за безопасность ни за платежи по картам наличным за состояние автомобиля они также не отвечают наш профессионализм они понятия не имеют вообще умеем мы ездить или нет все что им нужно это только деньги вот их политика есть люди которые попали в аварию находятся в больницах судятся с агрегаторами но агрегатор четко заявляет нашей ответственности здесь нет все вопросы к водителю такси кто создал водителю такси такие условия в народе говорят я не настолько богат чтобы покупать дешевые вещи самое время задуматься над этими дешевыми поездками насколько вы богаты чтобы пользоваться дешевыми поездками и сколько у вас жизней чтобы участвовать в этом эксперименте да в эксперименте в котором вы пассажиры и мы водители как подопытные мыши или кролики мы участвуем но участвуем без права выбора без права голоса агрегаторы играются сценами играют автопарками водителями такси и вами пассажирами играют нашими жизнями но есть закон скажите вы 69 федеральный закон о такси и там все прописано но про кого фрактователь то есть вы пассажиры и фрактовщик то есть водитель такси или таксопарк и все там ни абзаца ни предложение ни слова и даже буквы про агрегаторы коими является так законны ли они вы позволите доске объявлений диктовать вам цены и условия а по сути так и есть агрегаторы это сторонняя информационная служба доска объявлений листик с буквами об услугах на столбике ну давайте посмотрим пассажиры что агрегаторы еще творят или фиксированы тарифы а для чего заботиться о вашем кошельке о вашей экономии со стороны может быть и выглядит так а вы уверены в этом при фиксированном тарифе сумма известна заранее агрегаторы получают информацию о состоянии платежеспособности вашей банковской карточки вашего банковского счета но стоп имеет ли банк передавать информацию о ваших счетах в состояниях в деньгах сторонняя организация сторонние в данном случае это как раз агрегаторы ты знаешь так хочется жить наслаждаться восходом багряны жизнь жизнь чтобы просто любить всех всех кто живет с тобой рядом ты знаешь так хочется жить просыпаться с тобой просыпаться с тобой на рассвете взять и кофе сварить пока еще спят пока еще спят все на свете ты знаешь так хочется жить как не напишут в газете взять и все раздарить жить жить чтобы помнили жить чтобы помнили дети и всем объявить я вернусь даже если приумиться ты распространение как распространение Редактор субтитров А.Семкин